Прогулка по скверу на улице Садовой теперь будет сопровождаться ароматами кофе и выпечки. Саровские предприниматели выступили с инициативой поставить в этом месте павильон, который утвердили в рамках предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов. Мы рассматриваем предложения, поступившие в администрацию от граждан, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или от самозанятых, о включении какого-то нового места в схему размещения. Это место, которое заявил гражданин или индивидуальный предприниматель, соответствует всем требованиям и не противоречит действующим нормам законодательства. Оно уже утверждается комиссией и инициируется и выносится проект на утверждение Городской думы города Саров. На прошлой неделе Городская дума утвердила возможность размещения бахчевых развалов и елочных базаров в сезон. Реализовывать свою продукцию можно будет на 12 квадратных метрах по улице Шверника в районе дома 17, и на улице Силкина около дома 30. Для подачи заявления на организацию бахчевого развала им необходимо заполнить заявление, принести копию паспорта, затем им необходимо предоставить нам копию свидетельства обстановки на учет в налоговом органе. И предварительно им нужно будет согласовать в Департаменте архитектуры как раз визуал этого места, какое оборудование они планируют разместить. Напротив центральных бань около бокового входа в парк имени Зернова может появиться павильон в составе остановочного комплекса. Для размещения там нужно будет подготовиться тщательнее. Помимо основного пакета документов, саровчане должны предоставить полноценный строительный проект, согласованный с Департаментом архитектуры. С 2020 года в связи с ковидом прекратилась праздничная торговля 9 мая. Теперь ее планируют возобновить. Чтобы нам не зависеть от внешних обстоятельств, нам проще включить все эти места для праздничной торговли в схему ИНТО. И таким образом, уже начиная с 2024 года, предприниматели в порядке в определенном, они подадут к нам заявление и уже совершенно спокойно смогут реализовать свою продукцию. Ну а мы в свою очередь поможем горожанам и красиво сопроводим наш парад. Заявку на размещение нестационарных торговых объектов можно подать со 2 по 15 августа в рабочее время администрации в кабинеты номер 126 и 127. Получить консультацию можно по телефону 3-41-55 и 3-42-00. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.